Особое мнение на 101FM Мы не только принимаем, но и поздравляем наших партнеров, наших коллег, наших гостей и наших слушателей, безусловно Вот такое событие именно сегодня, 13-го числа И, кстати, с 13.05 сегодня в эфире будет программа «Дневной разворот» Мы за нашим круглым студийным столом соберемся с нашими коллегами Поговорим о том, как живет наша радиостанция, о наших планах, о том, какие проекты мы собираемся запускать Я думаю, что будет интересно Ну и начнем с самых актуальных для города, в первую очередь, тема Программу «Особое мнение» Я уже поделился этим соображением с Михаилом На мой взгляд, сегодня дорожные службы, мягко говоря, некачественно отработали последствия этого снегопада Я уже пожаловался, да, утром, заводя ребенка в детский сад, пройдя всего лишь один квартал Ну, прям по колену уже ноги замочены Не знаю, городские власти в очередной раз решили, что растает и проблема уйдет, что ли? Ну, вот тут вопрос был всю неделю, начиная с первого буквально заморозка, который случился, когда был гололед Службы ничего не делали, вот тоже у меня там была необходимость рано утром выехать Я вот с утра сколько там до обеда ездил, никто ничего нигде не убирал тогда Когда были сильные тут дожди, город снова заливало Я уже лично обращался к Вячеславу Николаевичу и другим службам, что у нас там словно Орловску затопилось, сделайте что-нибудь На что мне сказали, низкое место сделать ничего не можем Физика, вода стекает, терпите После чего где-то ближе к самому позднему вечеру, наконец-то там хотя бы на стилы положили Ну и сегодня мы снова получаем вот эту ситуацию, когда снег ночью шел Мне казалось, что за ночь можно было что-то сделать Как вот сегодня тоже люди обращались, говорят, ну понятно, снег, мы все можем понять Ну времени уже на часах у нас там 12 часов И за этот момент, ну практически большая часть города вот в том состоянии, в каком она с ночи осталась Поэтому вопросов к службам много Снегоуборочную технику, надо сказать, я сегодня видел в центре города, в районе Центрального универмага Этот КАМАЗ, он этим ножом, он просто буровил воду, можно так сказать Ну вопрос остается То есть снега-то уже нет Ну дождались, когда все превратилось в эту вот кашу, которая побежала И все это на улицах, на тротуары Ну вопросы остаются Вообще мы как-то надеялись, что у нас выводы будут сделаны К этому сезону все-таки впереди юбилей И как-то хотелось бы в преддверии юбилея, чтобы город не превращался каждый раз в Венецию Где нужно там на гондолах перемещаться Ну выводы не сделаны Службы вот до сих пор Похоже вручном, я так полагаю, снова Вячеслав Николаевич лично лопату возьмет Ну может быть снова они справятся Да, было такое Ну раз уж мы заговорили про непосредственно Вячеслава Николаевича Тут недавно ровно год был, как он возглавляет городскую администрацию 31 октября 22-го прошлого года депутаты городской думы В том числе вы, Михаила, голосовали Вернее, вы не голосовали Я помню эту ситуацию Вы фракцией КПРФ, состоящей из двух депутатов Тогда не поддержали Вячеслава Николаевича Насколько помню, вы тогда заявили, что о личности Симакова мы мало что знаем Как он себя проявит, да, на посту сети менеджера Прошел год, изменилось ли отношение к первому чиновнику в администрации? К сожалению, вопросов меньше не стало Потому что те вот моменты, которые мы поднимали Там первый был кадровый вопрос, что там Симаков идет без команды Ну человек, которого нам в Думу притаскивали как ответственного за кадры Вот товарища, господина Трешкова Который должен был следить за кадрами и собирать команду Который, как нам говорили, всерьез и надолго Не проработал даже года И сам сбежал В итоге человек, который должен был формировать команду Из этой команды выводился сам Там банально говорилось о том, что Есть вопросы принципиальные Там с транспортной системой Это то, что надо коренным образом менять То есть не просто какие-то моменты Ну банально мы год возились с 90 маршрутом В год нам заявляли, что все хорошо Вот нынче, буквально в том месяце на комиссиях выяснилось, что не все хорошо Вячеслав Николаевич лично убедился, что не все хорошо Сам посмотрел, узнал Но как бы итога-то нет Ну вот мы наконец-то год выясняли, что все плохо Выяснили, что все плохо А что дальше? А не знаем, что дальше Подождите, Михаил, недавно нам сообщили, что на 90 маршруте появились новые автобусы Только они не решают кардинальную ситуацию И их число увеличено, по-моему, до четырех, да? Там по факту два сейчас вышло Потом выйдет еще два Но это кардинально не меняет Район растет слишком быстро Плюс он проверяет чистые пруды И это невозможно То есть туда нужно запускать еще маршруты Мы выясняем, что у нас проблемы с кадрами, с техникой Ну и так далее, по накатанной То есть здесь в целом нужно всю транспортную систему Кирова пересматривать Там про те же выделенные полосы говорили и так далее Тоже никуда мы не сдвинулись Ни на сантиметр, нигде эту полоску мы не начертили Хотя они хотели даже, чтобы в проекты заходить Хотя бы это сделать Не сделано Мы имеем в виду финансирование федерального центра Да По транспортной линии Можно было бы в проекты федеральные заходить И вот таких моментов очень-очень много Банальная ситуация Простейшая, мне кажется Вот многие организации, в том числе там Ваш холдинг Плагоустраивают территорию возле своего здания К юбилею Вот вас тут сквер сделан Мы тоже решили немножко инициативу проявить Несколько кустов высадили Согласования все пытались пройти Высадили перед нашим зданием нашего офиса на Орловской И была простая задача Поставить это на баланс администрации Мы этот путь пытались пройти вместе с сотрудниками Потому что это впервые совершалось, как мне заявили Мы имеем в виду здание рекотделения Да, где у нас находится наша приемная Ну в общем, собственно говоря, на сегодняшний день Я не знаю, поставила ли То есть это прошло уже полгода Я не знаю, поставила ли администрация несчастных 6 кустиков себе на учет И не скосит ли их зимой снегоуборочной техникой Потому что летом косельщики вместе с травой уже уничтожали их Поэтому вот, когда получается, что у нас нет... Подождите, даже у депутатов Городской Думы нет какого-то, извините, блата Чтобы сделать это быстрее, как можно Вот, к сожалению, даже депутаты Городской Думы не могут этот вопрос решить хоть как-нибудь На мой взгляд, лично подойти к Вячеславу Николаевичу Мы со всеми специалистами, кто за это отвечает уже Позвольте ускорить этот процесс Проговаривали Ну, к сожалению, просто получается, что в городе, о том, о чем мы говорили, нет системы То есть нет системы управления полноценной Нет понимания, куда мы идем дальше И структуры Городской Администрации мечутся из угла в угол У нас поэтому получается, условно говоря, впереди декабрь месяц Перед памятником Сергея Мироновичу Кирову разрыта огромная яма Мы начали под зиму там какое-то благоустройство устраивать Там есть проекты, которые мы так и не запустились Потому что по многим памятникам мы должны были их привести в порядок Там на Театральной площади, насколько мне известно Еще несколько таких точек А это все не сделано А у нас как бы летом юбилейные мероприятия И все вот это то ли там будут раскапывать То ли сейчас под Новый год они это будут раскапывать Поэтому вот из-за того, что администрации, сотрудники Они бегают из угла в угол, пытаясь экстренно решить кучу задач Поэтому ничего и не получается Нет системности А то вот нет плана, куда мы идем дальше Для депутатских запросов они же обязаны отвечать Четко-четко пишите так Вот такая-то локация, что вы там делаете Пожалуйста, расскажите Какие сроки там у вас предусмотрены Кто подрядчик У вас же есть такие полномочия задать эти вопросы Администрация теперь научилась Они теперь нам не отказывают Они поступают хитро Они сообщают, что условно конца года Мы это планируем сделать Мы уже подходили, лично разговаривали с Вячеславом Николаевичем Что это, конечно, приятно Что все депутатские запросы на все соглашаются Что наше мнение учитывается Депутатского корпуса Но оно выполняется либо очень плохо и очень медленно Либо непонятно, а будет ли оно исполнено вообще Поэтому здесь, конечно, они, чиновники, научились Как не вызывать на себе гнев своими отрицательными ответами Но дела-то нет Поэтому этот вопрос остался Ну, насколько я понимаю, там в скором времени Главы администрации будут отчитываться о работе Когда это в конце года или в начале следующего Уже будет перед городским парламентом Вообще была очень хорошая инициатива Когда прошел реальный год его Когда он был главой, это также, по-моему, был октябрь Чтобы его заслушать именно вот здесь, сейчас Потому что у него до этого был отчет За год он задевал не только его период Но и его предшественников Получалось, что здесь Ему приходилось отвечать и за косяки не свои Крубо говоря, и за успехи, может быть Которые к нему отношения еще не имели А здесь, когда год уже его был Можно было бы заслушать Поэтому мы, конечно, были за то, чтобы это случилось раньше Там не случилось, но будем ждать следующего То есть, конечно, вопросов много Да, кроме благоустройства Кроме организации самой системы администрации Какие еще настораживают моменты Так, собственно, и то, что мы говорили Говорили то, что по кадрам По тем приоритетам, которые мы ставим То есть, понятно, что юбилей юбилеем Это важно, это нужно Но это вот оно в следующем году пройдет И дальше все Нет понимания в целом То есть, в точке зрения выстраивания экономики города Потому что на депутатских слушаниях И на комиссиях часто звучит критика По муниципальным предприятиям Здесь, конечно, нужно очень серьезно порядок По контролю за ними и по доходности Да, в том числе Потому что вопросов здесь у депутатов много Я знаю, что что-то делается Но хотелось бы, чтобы эта информация Все-таки, во-первых, доводилась А во-вторых, здесь достаточно кардинально нужно действовать Не растягивая Потому что все это бьет, в первую очередь, по бюджету По тому, в основном, в общем-то, нашему кошельку Из которого город в дальнейшем все проекты реализует Но похвалить-то можно хоть за что-то, Вячеслав Николаевич Все-таки человек встает в пять утра Начинает объезжать городское хозяйство Обходить Потом публикует интересные фотографии Как блогеру У меня к ним вопросов нет Он действительно в этом плане молодец Нет, как к человеку Действительно с ним Это первая глава, вот на моей памяти Конечно, я депутат только при нем был Но как по партийным вопросам мы взаимодействовали С предыдущими главами администрации Действительно с ним взаимодействовать проще Он понимает проблемы города Он знает о них Он откликается Но вот этого недостаточно Мало просто подтверждать то, что эти проблемы есть Хотелось бы, чтобы все-таки В структуре администрации происходили коренные изменения В тех же вопросах кадровых Нам обещали, что с фракциями будут обсуждать Кого куда глава собирается назначать Этого ни разу не произошло за этот год Ни одну кандидатуру Вячеслав Николаевич не приводил Там, допустим, на советник говорил Вот мы хотим Подождите, это задача сети-менеджера или главы города? Нет, это все-таки его люди Те, кого он приводит То есть понятно, что мы на комиссиях Когда он уже их внес обсуждаем Но хотелось бы до внесения Когда люди еще обсуждаются кандидатуры Он обещал, что это будет делать Что он будет с фракциями обсуждать Так этого и нет Судьба Октябрьского рынка Еще что-то Вот я соберу руководителей фракции Мы это обсудим Так и до сих пор не произошло Может, просто время не пришло еще От обсуждения Хотя по Октябрьскому рынку, насколько я знаю Они уже все приняли Совет директоров за все проголосовал Слушайте, а что сейчас с Октябрьским рынком происходит? Я вообще, к сожалению, не в курсе Корпус строить Совет директоров отказался Есть идея сохранить там Те небольшие торговые ряды, которые есть для жителей И часть под какие-то социальные объекты передать Хотя тоже хотелось бы, чтобы это обсуждалось как-то более широким кругом Чем они это узко обсудили между собой И нам просто уже как факт вынесли Потому что к нам, жители, время, допустим Выбора в городскую думу У нас очень большое количество подписей было И те, кто живет неподалеку Они обращались, что нам надо, чтобы он остался Нам здесь ничего не надо Вот оставьте нам здесь рынок Поэтому хотелось бы, чтобы все-таки позиция этих людей тоже была учтена Ну, в целом-то, взаимодействие с депутатским корпусом Да, если уж не каждого конкретного депутата брать А всю городскую думу Ну, как можно охарактеризовать эти отношения с городской властью? Исполнительные непосредственно На самом деле, вот этот вопрос сложный Потому что есть еще один момент, который мы за это время получили Когда у нас в комиссии стали чиновники выходить на думу неподготовленные Когда у нас вопросы слетают Потому что тот или иной чиновник либо не подготовил вопрос Либо не ту информацию до нас довел Мы уже несколько раз ловили их на лукавстве, скажем, мягко Были моменты, когда они заявляют одно Хотя, по факту, оказывается, не так Мне кажется, депутаты Городумы не те люди Которым можно недостоверную информацию выкладывать Когда некоторые моменты Сначала говорят, что это есть Потом оказывается, что этого нет Поэтому здесь вопросов остается очень много Поэтому, собственно говоря, у нас Анастасия Воробьева На прошлой думе и выступала От нашей фракции Это второй человек во фракции КПРФ С тем, что если ситуация меняться не будет То мы будем выходить к депутатам с инициативой В выдвижении вот этого недоверия городской администрации Чтобы все-таки Это рассматривалось уже более детально Чтобы мы все-таки эти вопросы, эти точки расставили Потому что так продолжаться бесконечно не может Что может послужить еще вот этой последней каплей Когда вы, возможно, эту инициативу выдвинете Это может быть сюрприз такой на Новый год чиновникам Это не то, что сюрприз Мы на прошлой думе как раз Анастасия Сергеевна и выступила И сказала те моменты, что мы хотели бы, чтобы у нас к принятию бюджета Те вещи, про которые мы говорим, чтобы они там были отражены Если мы поймем, что ничего не меняется Например, что это? В целом, подход к наполнению бюджета и его к исполнению То есть, если мы понимаем, что там То есть, как раньше было, что исполнение бюджета По факту мы просто обсудили цифры, сколько что потратили Там та же Елена Васильевна Ковалева Несколько раз говорила, что там вопрос не в суммах Вопрос в конкретных результатах Сделано, не сделано Сделано качественно или сделано некачественно То есть, вот этот момент, когда мы будем слушать отчеты И второй момент о том, какие появились ли в бюджете Все-таки стратегии, куда мы двигаемся Или мы просто опять берем сумму денег, которая сама по себе стеклась В казну и начинаем ее размазывать Точечно, хаотично, несмотря, куда мы движемся дальше Вот это, наверное, станет финальной точкой для нас Если мы поймем, что с бюджетом все по-старому Важная часть городского хозяйства Это дорожное движение, о котором мы уже немножко упомянули Чуть подробнее, если получится, чуть позже обсудим Но хочу начать с парковочного пространства Вячеславу Николаевичу поступила рекомендация Такая настоятельная от губернатора Соколова О том, что нужно в преддверии 650-летнего юбилея Нам предусмотреть дополнительные парковочные места Это такая острая проблема Много-много лет уже пытаемся мы что-то делать И много было разговоров о создании тех же платных парковок А где еще можно организовать Но, увы, по большому счету Движение-то не происходит Вот сейчас вроде как надо 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 Ну как вы себе представляете Михаил, это должно происходить Здесь я бы на несколько частей разбил Первое, понятно, у нас есть условно говоря То есть тут не только вопрос там про тех, кто к нам может приехать А то, о чем говорил губернатор Дополнительно тысячу мест, да Для туристов, которые приедут к нам на празднование Да, но и с проблемой с теми, кто живет в городе Потому что там в условных спальных районах Но в новых микрорайонах мест Катастрофически не хватает Тех, которые создаются при строительстве Здесь я считаю, что надо менять нормы И здесь бы неплохо, чтобы у нас регионы, город Выходили с этими инициативами Чтобы обязать застройщиков Увеличивать парковочные места Но это документы, это федеральное законодательство Это серьезное Область имеет право выходить с этой инициативой Поэтому я думаю, что это было бы неплохо Если бы регион это рассмотрел А есть еще вторая часть Это у нас центр города Который ежедневно Не знаешь, куда машину поставить Приезжая на работу или каким-то зданием Здесь, конечно, надо изучать, мне кажется, опыт наших соседей У кого с этим Может быть, кого-то более успешно реализовано У кого-то менее успешно реализовано Кто-то говорит про платные парковки Понятно, что это опять залезть в карманы людей Но где-то, возможно, точечно Это было бы эффективными вопросами Решением проблемы, да? Где-то есть участки, за которые Не хотелось бы, чтобы это единственным инструментом было Естественно Есть где-то какие-то участки, которые принадлежат, допустим, юридическим лицам, бизнесу За которые они должны отвечать Но они, допустим, не содержат И у них эти парковочные места в непонятном состоянии Чтобы они за эту часть отвечали Сам город Если пересмотреть систему не только Общественный транспорт, но и в целом транспортную структуру нашего города Понятно, у нас же есть пример Казани, Москвы, где целые улицы односторонними становятся У нас есть тоже такие примеры? Да, но их не так много И мы понимаем, что город по вечерам у нас Да и утром, и вечером он весь наглухо встает в пробки Не знаешь, как пробиться Поэтому здесь, конечно, надо, чтобы специалисты посмотрели, посчитали Понятно, что первое время для жителей будет тут какие-то неудобства Потому что что-то новое Но если это позволит разгрузить улицы И позволит добавить нам мест, куда можно поставить машины Потому что порой у нас там знаки запрещающие Парковку в некоторых местах стоят абсолютно нелогичные И бездумно Просто поставили, чтобы поставить Да, это один вопрос Еще один вопрос в том, что Внимание на это ГИБДД не обращается Да Несмотря на наличие запрещающих знаков Да, но хотя был промежуток, когда они очень активно вывозили Особенно возле администрации Ну, тут-то уж грех не работать, да, конечно Хотя вот у нас на Орловске, допустим, стоят знаки Четная, нечетная парковка Ну, вот это запрещающее Ну, вот у жителей большие вопросы А насколько она здесь необходима? Улица не такая узкая Если мы это ставим только потому, что Там магазину пятерочки, там, надо фуросы завозить Ну, извините, ради одной машины Целая улица стала вот в таком формате То есть людей живет много Вставать там некуда Вот тут вопрос, насколько логична была установка этих знаков Поэтому, конечно, здесь надо, чтобы специалисты посмотрели и посчитали Насколько все у нас в городе правильно Если не ошибаюсь, в этом отношении, по-моему, в прошлом году Или в этом уже федеральный центр Были приняты поправки в законодательство Регионам разрешили устанавливать в городах зоны Куда вообще въезд запрещен на личном транспорте Тогда нам нужно развивать общественный Крайне непопулярная, конечно, болезненная тема Но я думаю, что стоит смысл ее аккуратно внедрять Пробовать, да В том числе и ее Эти все системы, они возможны Только тогда у нас должен быть нормальный, качественный общественный транспорт Потому что там, условно, Игорь Вячеслав Николаевич Приводит постоянный пример, что вот он ездит на троллейбусе на работу, на автобусе Словно, я был готов ездить на 90-м автобусе Но я вот за последние недели один раз туда залез У меня порвали круточку, потому что была невероятная давка И все, я понял, что пока лучше запустить других людей, чем я буду в нем ездить Я тогда каким-нибудь другим способом буду забираться И многие люди выбирают здесь личный транспорт Хотя могли бы, может быть, забираться где-то и на общественном Но на нем просто у нас невозможно ни из Коминтерна, ни из Новоавиатска Ни из Юго-Запада, ни с чистых прудов попасть на работу Ну тогда здесь система была бы невозможна Тогда это все в комплексе Если мы решим вопрос, тогда да Тогда можно здесь где-то запрещать въезд на личном транспорте Платные парковки делать Тогда люди не будут ездить на личном транспорте в центр города Может быть, ну не знаю, в качестве такой идеи Может быть, как-то заниматься популяризацией вот этой темы Когда человек едет на работу не один, а берет соседей, например, с собой Ну понимаете, о чем я говорю? Чтобы не две, не три машины гонять в центр города, а одну Здесь много разных Вот просто здесь, это каждый раз, будем возвращаться к тому Что в городе должна появиться нормальная, хорошо прописанная Просчитанная, со специалистами, с жителями, с необходимыми организациями Вот полностью система того, что мы в транспорте хотим этого В личном, в общественном транспорте вот этого добиться Дороги так-то построить, какие-то нам нужны обходы Потому что условно говоря, город говорит, что нам западный обход нужен, а губернатор говорит, что не нужен И здесь просто два чиновника какие-то слова сказали, а объективно Посчитать, почему нельзя Ведь действительно, западный обход разгружал бы очень серьезную определенную часть транспортной инфраструктуры Но нет нормальной дискуссии на этом направлении Вот то же самое с парковками, с общественным транспортом Ой, недавно у нас, на прошлой неделе была в студии экс-главный архитектор Норильска Ирина Соболева Которая трудится ныне в нашем Вятском государственном университете И в один из моментов беседы мы заговорили про третий мост через Вятку Который напрямую соединил бы Киров и Чепецк Вот было бы здорово, потому что, ну, лично для меня дорога на автомобиле в Чепецке обратно Ну, это достаточно серьезное такое испытание Ну, это, кстати, давняя мечта Давняя мечта Чтобы эта дорога появилась, она действительно сокращала бы путь там в разы И помогала бы здесь многие вопросы решать Поэтому хотелось бы, чтобы этот проект тоже когда-то появился А, ну, мы, видимо, будем снова что-то делать с парковкой напротив железнодорожного вокзала Вячеслав Николаевич уже анонсировал Ну, тут как бы... Одна из главных задач там стоит и заключается в том Чтобы убрать оттуда автомобили, которые там долгое время стоят Понятно, что они принадлежат жителям близлежащих домов Есть такие автомобили, есть те, кто приезжают, оставляют У нас есть большая там все-таки проблема с теми, кто приезжает на машине на вокзал И уезжают куда-то там, допустим, в командировку еще куда-то Им на сегодняшний день машину на чем-то муниципальном оставить, по сути дела, негде У них есть вариант только частной какой-то непонятной прокурочной зоны А ничего муниципального взамен нету Хотя у нас и возле самого же Д вокзала есть две площадки с двух сторон от здания Которым там сейчас нет доступа Хотя, мне кажется, можно было бы здесь организовать Режимные объекты или что там Нормы не позволяют туда транспорт запустить Сложный вопрос, кстати, потому что в других регионах есть примеры Когда на таком расстоянии от здания машины стоят То есть там организованы платные прокурочные территории Куда как раз вот такие люди, кто уезжают далеко, машины оставляют Была попытка организации парковки на месте бывшего рынка По-моему, там все сейчас все убрали Все эти аппараты, шлагбаумы все убрали И там постоянно все занято, ничего не поставишь И кировчане все чаще, видимо, задумываются о том А как раньше с ярмаркой было хорошо? Ну, вопросы возникают Центральная площадь, там у нас постоянно находятся Те, кто занимаются частным извозом Постоянно тоже все занято Не подвезешь людей, не оставишь И внизу дорога, там опять знак стоит Четное-нечетное, машину не оставишь Вот и получается, что, конечно Хотелось бы, чтобы всю территорию посмотрели Не только пятачок переджида вокзала Но и все эти участки, которые есть Куда можно было бы поток перенаправить Ну, я действительно, я поддерживаю То, что здесь, конечно, надо Какие-то ограничивающие меры Напротив ЖД вокзала Это и в том числе и безопасность Очень большое количество людей ходит Ну, мы обсуждали Неоднократно уже в последнее время Мы вообще с коллегами Пришли к мысли, что Напротив ЖД вокзала здорово было Разбить какую-то зеленую зону Что там вообще, в принципе, автомобилей не было Потому что, выходя из дверей Из ЖД вокзала И когда у тебя перед взором Вот это огромное количество транспорта Ну, это создает не очень комфортное ощущение Можно здесь и в эту сторону То есть какую-то там парковую часть Но тогда мы должны оттуда машины Не просто выгнать, но куда-то их перевить Куда-то деть Предоставить альтернативу, да Чтобы не вызвало это Большого недоумения Я бы даже сказал Таких суровых негативных эмоций Михаил Кремлев Депутат Кировской городской думы Сегодня в программе Особое мнение У нас сейчас будет небольшая рекламная пауза Полтора минуты И мы вернемся Особое мнение На 101FM 12 часов и 31 минута Продолжается особое мнение Михаила Кремлева Депутата Кировской городской думы Руководителя фракции КПРФ В нашем городском парламенте И в продолжении дорожной темы Еще одна идея Озвученная на прошлой неделе Озвученная главой администрации Вячеславом Симаковым О том, чтобы попробовать Отключать светофоры у нас В ночное время Переводить их в дежурный Желтый мигающий Режим работы С одной стороны Это ускорит Должно По крайней мере Ускорить Пропускную способность Перекрестков Пока Что за перекрестки Конкретно мы не знаем Понятно Для водителей Везде развешенные Знаки приоритета Руководствоваться Придется ими Но с другой стороны Много вопросов Возникает По безопасности Пешеходов А как они будут Дорогу переходить Здесь проезжую часть А смогут ли Разглядеть Автомобилисты Где главная дорога Где второстепенная В Москве Кстати В прошлом летом Отказались От этой практики Перевода В дежурный режим Работы светофоров В ночное время Потому что Этим сразу стали Пользоваться Так называемые Стритрейсеры Что в общем-то Не лучшим образом На безопасности Сказалось Ну я тоже Эту идею Не очень поддерживаю Потому что Во-первых У нас И так Есть большие проблемы С освещенностью Пешеходных переходов С самих Перекрестков И действительно Там пешеходов Провод вообще не видно Ты в последнем Ментах замечаешь И статистика ДТП Увы у нас показывает Что у нас В преддверии зимы Опять Рост Наездов На пешеходов В темное время суток Понятно Что когда там В ночное время Или позднее вечернее Или рано утром Если едешь И вроде город пустой Чего стоять На перекрестках Мне кажется Просто здесь Может быть Просчитать режим Чуть более Чтобы короткие Были переключения Стофора Чтобы они быстрее Меняли сигнал И тогда Не так долго Нужно будет стоять Чтобы там Не по 90 секунд Они стояли Допустим Ночью можно сокращать И пешеходную часть Понятно Что там По 40 секунд Никто не ходит По ночам И другие направления Смотреть И это было бы Хорошим испытанием Интеллектуальной Транспортной системы Которую у нас Вроде как Внедрили Которую Должна отслеживать У нас полностью Работу регулирующую Потому что я опасаюсь Что вот этот Коридор Из желтых Стофоров Он просто Будет давать Лишнюю возможность Людям для нарушения Правил Ну то есть Педаль нажал И едешь А если кто-то Где-то там Человек вышел Машина Можно просто Не успеть среагировать Поэтому я считаю Что здесь безопасность Она превыше Удобства И здесь Вот эту систему Я бы не принимал В городе Все-таки Пошел бы по пути Сокращения времени Работы светофоров В ночной период Кто у нас там Ростелеком занимался Внедрением Этой интеллектуальной Транспортной системы Почему бы не попробовать Именно таким образом Отстроить Ну по словам Симакова Решение будет приниматься Либо не будет приниматься В декабре В общем ближе к новому году Должна появиться Какая-то ясность Ну и В конце Календарного года У нас традиционно Всплеск Обсуждения Трат На новый год На украшения В этом году Сумма уже известна Она анонсирована И она Больше всего того Что было в предыдущие годы Это почти 30 миллионов рублей И только на елку Из этой суммы На новую елку Для театральной площади Должно уйти 11 миллионов Ну Ну понятно Даже не знаю Я уже К сожалению Не ребенок Чтобы так С восторгом Встречать Всю эту новогоднюю Иллюминацию Хотя прекрасно понимаю Что для детей Нужно праздник Устраиваться Но вот своим уже Взрослым Так скажем Задаешь вопрос Не перебор Мнения разделились С точки зрения елки Вячеслав Николаевич Депутат Заявлял Что предыдущая Пришла в негодность Тут сложно оценивать Пришла Не пришла Действительно Непонятно Кто оценивал И так далее Нужно было сказать Пойдемте посмотрим Вячеслав Николаевич Где она лежит Скажите Что там у нее негодного Ну там сказали Что она уже Ну то есть Понятно Что вопрос есть Кто принимал решение И действительно ли Она пришла в негодность Но С другой стороны Я вот Не настолько категоричен Как некоторые мои коллеги По поводу Новогодней иллюминации Потому что действительно Понятно там И ситуация В мире И в стране И время такое Вроде бы Не хотелось бы На праздники Лишь деньги тратить С другой стороны Для детей Действительно это важно То есть и в целом И город преображается И Так сказать Людей поддержать Чисто морально Что вот Все-таки Здесь какие-то праздники А моменты Единственное К чему у меня Всегда была претензия К тому Что это не должно быть Все одноразово Потому что Вот у нас Одно время Один год по-моему Я насколько помню Администрация была Тогда завешена Вот огромной гирляндой Все здание было Вот этим полотном закрыто Да Помню Привисело по-моему Всего один раз Я вот помню Один год И потом ее убрали Я Задавали вопрос Несколько лет Пытался выяснить Куда она делась Сначала говорили Что она сломалась То ли выкинули То ли на складе То ли где Она своя была Или арендованная Говорят Штуку купленную Купленную То есть собственность Искали что ее Слишком дорого Восстанавливать И не стали То есть вот эту Огромную штуку Здесь слишком дорого Восстанавливать А выкинуть Так это недорого Поэтому здесь конечно Надо чтобы город Относился серьезно К тому что он закупает И это чтобы было Неодноразово Потому что жители Там допустим Тоже вдоль Октябрьского проспекта Они очень просят Чтобы Октябрьский проспект Был украшен Потому что им Действительно это там Нравится и хотелось бы Все таки этого Праздничного настроения На Октябрьском проспекте Зимой только Аллея Да вот аллею Когда гирлянда В том году и не было Там были другие элементы Вот жители просили Вернуть предыдущие Они оказывается Вышли из строя Не зная как они там Так вот эксплуатируются Почему здесь все таки Не так бережно Может быть относятся Здесь вопрос К сохранности объектов Очень-очень большой Ну и в этом отношении Часто звучат Мнения о том Что нужно активнее С бизнесом например Работать Чтобы его подключать К украшению новогоднего И в целом Чтобы это было там Не на снег Чтобы это деньги были Не на лед на какой-то А на то что можно будет Из года в год использовать Потому что если тратить Миллионы на то Чтобы какие-то там Бортики сделать На театральной площади Лед расставить Мы же помним эту историю Откуда он Из Тюмени привозили нам Откуда нам только Фуфуры Этот лед Откуда только не привозили В Кировскую область И тогда говорили нам о том Что на Вятке Не найти столь прозрачного льда Красивого Ну вот Мне кажется Что вот если он То есть И здесь вроде бы Симаков обещал Что в этот раз Мы тратим деньги Будем не на лед А на эти вещи Я очень надеюсь Что это Вот это обещание Я очень бы хотелось Чтобы было исполнено Потому что 30 миллионов Нам есть куда потратить Кроме ледяных там фигур При всем уважении К труду тех Кто это делает Здесь вот я за то Чтобы это были вещи Многоразового использования И не только в центральной части Но и в других районах города Пара минут еще у нас С Михаила есть Вопрос Касающийся Не только нашего города А всей Российской Федерации Я имею ввиду Внесенный в Госдуму В конце октября Законопроект О защите русского языка От иностранных заимствований Кто знает Если Госдума Его примет А затем Совет Федерации Одобрит И президент подпишет Нам придется с вами Иначе общаться Да В этом случае Исключив Такие популярные Термины Как fresh Sail Open Чтобы вывески у нас Всевозможные на улицах Были только лишь на русском языке Как вам идея Я здесь за соблюдение баланса То есть понятно Что надо защищать там язык От каких-то там Мусорных вещей Условно назовем их так Но когда я сейчас вижу Что переименовывают Там на каких-то продуктах Там Название Которое было на английском Пишут его просто на русском Это выглядит Да Есть такая штука Очень комично Вот это выглядит смешно И очень нелепо И поэтому здесь Вот не хотелось бы Чтобы это было Как-то шашкой махнули И все под одну гребенку Понятно, что засилие Там иностранных названий На вывесках Это не совсем правильно Но когда Вот мы доходим До смешного И это же название Не русское Просто написано Русскими буквами А что бы тогда поменялось Ничего по сути дела Это не изменило Мы тут с коллегами Недавно задумались А как мы будем называть Компьютер Интернет Те слова Которые уже плотно у нас Родное государство Придумает Какие-нибудь аналоги Ну поэтому здесь Вот хотелось бы Что все-таки Когда у нас Законодатели Что-то придумывают Они смотрели А как это будет действовать В реальности А не просто в их фантазии Чтобы избавиться От слова там Фрэш И еще чего-нибудь Все-таки Ну и второй момент Если мы хотим Чтобы у нас Молодежь условно Не использовала Давайте тогда В школьной программе Поковыряемся Может быть мы что-то Делаем неправильно Если их больше интересует Направление туда Значит мы как-то Не так их учили Эти годы Вот может быть В этом направлении Еще пойти А так Ну идея забавная Иногда вот есть ощущение Что некоторые законодатели Придумывают что-то Ради того Чтобы отличиться И чтобы галочка была В общем давайте Что-нибудь новенькое Придумаем Да То чего не было еще Чтоб об этом Все заговорили Такие примеры есть Был же законопроект О запрете Чеснока Поедание чеснока В общественных местах Ну вот Это что-то туда же Вернее выходить В общественное место После того Как поел чеснока Да Благодарю Михаил Кремлев Депутат Кировской городской думы Руководители фракции КПРФ На этом завершается Программа Особое мнение Через 25 минут Слушайте программу Дневной разворот Спасибо До свидания Особое мнение На 101FM